Всем привет! У меня сегодня новый проект. Это будет что-то интересненькое. Я уже говорил, что это будет КАМАЗ 55111, точнее самосвал. Так как у меня есть экскаватор, его у меня стоит без дела, грузить нечем. Ну грузить есть что, а вот именно хотелось бы иметь самосвал, чтобы грузить, выгружать и так далее. Такие вот покатушки устраивать. Решил собрать КАМАЗ 55111, масштаб 12, как и все мои модели. Вот такой вот шасси у меня уже немножечко подсобрал ее. Шасси будет, точнее КАМАЗ будет 6х6. Да, это не копийный, может быть кто-то скажет, но зато он будет ехать. Он не будет стоять на месте, он будет нормально ехать и грипп стиль будет все шесть колес. Потому что, ну, если катать его по грунтовке, по грунту, по земле, то тут наверное лучше 6х6. Поэтому решил ставить его ведущий тоже передний мост. Вот так вот мост передний ведущий будет. Ботинку надо отсюда убрать. Передний мост, задний. Мосты все от Томи, что передний, что задний, все это от Томи. Здесь с подвески я, наверное, что-то еще буду решать, потому что я хочу сюда нормальную, нормальные рессоры. Эти, наверное, буду снимать и ставить либо от Лезу, либо от Scale Drive. Задняя Терега очень классная, она от Scale Drive. Вот такая вот, или Scale Club, только она по-разному называется. Ходы замечательные. Отрабатывать будет, должна очень супер хорошо. Еще здесь ничего не закручено, покажу вам примерно. Сейчас еще рано что-то либо показывать. Ну, примерно вот что должно получиться. В общем, при грунтовке, при неровности, должно все хорошо отрабатывать. Такая вот подвесочка, тележка задняя. Собирается она очень интересно. Не установлены еще карданы. Когда он заказал, как придут, так уже будет можно более-менее что-то испытать. Так, какая будет кабина? Кабина будет не самая старая и не самая новая. Такая, скажем, обновленная версия. Сейчас я вам покажу. Я думаю, многие уже догадались, какая кабина будет. Так как у нее будет вот такой вот бампер установленный. Это уже более обновленная версия. Мой оранжевый КамАЗ, это самый первый, 55212, который я собирал. Там совсем другой бампер, у военных тоже другой, а это уже будет что-то совсем другое. Спереди будет диски стоять евро. Это алюминий. Они алюминиевые. Задние у меня будут на спарках. Они печатные. Так как мне нужна была колея, 198 миллиметров у меня получается колея, а у томий 185. Для меня это было узковато, поэтому пришлось устанавливать сзади печатные диски. Но я запечатал их 100% заполнением. Надеюсь, что они прослужат долго. Резина здесь будет другая. Это будет сниматься томийская и будет стоять другая. Тоже заказал я ее уже. На алиэкспресс. Потом покажу какой там будет протектор. Такой не для бездора. И вот такой. Потом покажу, когда придет. Модель будет собираться по максималке из металла. Кроме кабины, кабина уже готова. Она печатная, а все остальное будет металл. Задний бампер, сам кузов. Кузов тоже у меня уже есть. Он тоже полностью из металла. Подъемник. Все это будет полностью собираться из металла. Передний бампер у него бы еще из металла сделать. Потому что этот пластик. Ну, в принципе, ничего ему не будет. Но хотелось бы такой собрать его полностью из металла. Вот. Диски, как говорил, здесь алюминиевые. И пока что еще в черный цвет. Все собирается на винтиках. Очень классные диски. Они из двух частей состоят. На резьбе закручивается передняя часть, задняя. Даже из трех. Плюс эта крышечка еще прикручивается к самому диску. Мосты все смазаны. Задний заблокированы. Передний я оставил разблокированный. Посмотрим, как он себя поведет. Если нет, то заблокирую также переднюю. Передний мост. Так, что еще интересного. Да, кстати, покажу вам задний бампер. Это нижняя часть. Отбойник. Тоже металл. Заказывал все на Алиэкспресс. Это ставится вот так вот. Тоже металлическое. Ну, и слева, справа фонари. И крепление для них тоже все из металла. Эти фонари еще надо докрасить. Не докрасил. Такие фонари стоят. Здесь можно поставить светодиоды. Места тоже хватает. Все металл. Ничего не сломается. Очень хорошо. Ящик аккумулятора тоже напечатан. Он будет открываться-закрываться. Туда я, наверное, спрячу либо приемник, либо что-нибудь еще. Посмотрим, так как он открывается. Да, и места здесь у меня не так уж и будет и много, чтобы что-то куда-то спрятать. Поэтому будем что-то туда что-то туда вложить. Ресиверы. Все уже готово. Все отпечатанное. Все уже покрашенное. Все уже есть. В принципе, осталось только собрать. Бак. Вот он наш бак. Как и на 55212, но этот короче. Потому что здесь самосвал, здесь и колесная база, совсем другая. Получается 23 от передней оси до средней 23 сантиметра. Получается 22 с половиной. Что-то в этом роде получается ровно масштаб 1.12. Бак, горловина тоже все это будет. Все можно будет прикручивать. Да, вот такая вот коробка будет установлена. Вот такой мотор у меня стоит и на зеле и на камазе. Очень недоволен. Классно. Хорошо себя ведут. И раздатка. Так как это будет 6 на 6, будет установлена еще раздатка. Такая вот отличная раздатка. Заказал ее с Али. Привезли вчера. Зашла за 6 дней. Очень классно. Покрасится, конечно же, в черный цвет. Красная она не будет. И будем ее куда-нибудь сюда вот вкручивать. Посмотрим, что получится. Так, это, это. Убираем. Теперь я покажу вам кабину. Кабина интересненькая. Вот она кабинка. Как вы уже заметили, это уже обновленная версия. Фар в решетке нету. Крыша высокая. И вот эти вот боковинки другие. Нету деления на лобовом стекле. Ну и там еще пару какие-то мелочей, наверное, есть. Салон полностью тоже будет присутствовать. Сидения, дверные карты. Все это есть. Вот эти вот неровности все будут обшиваться материалом, чтобы вот этого ничего видно не было. Будут шторки, будут занавески. Панель прибора вся проработанная. Тоже уже готовая. Все это будем устанавливать. Тут еще крыло вот не готовое. Да, и здесь будет тоже подсветка стоять. У меня здесь специальные такие есть квадратные вставки. В них вставляется светодиод. Это от Томея. И будут прямо сюда вставляться хорошо. Подножка. Все как у настоящего. Вот она подножка и так далее. И крыша. Крыша, как я говорил, уже высокая. Вот она такая получается кабинка. Кабина уже отшлифованная вся, загрунтованная. Может что-то где-то подогнать еще нужно будет. А так, в принципе, готовое. Здесь будет логотип КамАЗ. Он тоже уже есть. Напечатан. Ждется его часа. Крылья будут черные. Кабина, наверное, будет... А, не скажу, какая будет. Потом попозже уже узнаете, какой цвет кабины будет. Сейчас я прикину ее на шасси. Покажу, как это будет выглядеть. И посмотрите сейчас сами. Ну, примерно это будет выглядеть вот так. Пока что еще все криво-косо. Кабина еще не... неправильно стоит. И, наверное, немножечко пониже нужно ее будет отпустить. Но, хотя, смотрел я самосвалы, вот именно вот эту модель. Они прям такие завышенные немножечко, наверное, специально для карьеров такие сделаны. Вот. Ну, в принципе, так это все будет в дальнейшем выглядеть. Бампер, конечно, так свисать не будет. Будет все ровненько. Фары. Все это. Вставки для фар. Все это есть. Напечатано. Все это будет нужно устанавливать. Зеркала тоже уже обновленные. Все будет как положено. Вот. Бак примерно будет находиться вот в этом месте. Я думаю, будет классно. Фильтра. Да, фильтры здесь тоже будут другие. Не как на старых Камазах. Здесь они как-то расположены вдоль кабины, что ли. Потом напечатаю их и вам покажу, что из них получится. Выхлопную трубу тоже можно будет сделать. Крылья я тоже напечатал. Сейчас я их где-то найду. Где-то у меня здесь были. Крылья, крепления для крыльев. Все это у меня есть. Кстати, вот крылья. Камазовские крылья. Такие рифленые. И крепление тоже где-то было. Не знаю, где. В общем, крылья будут крепиться здесь. На раму. И вот здесь. Тут задний бампер. Да, раму мне немножечко нужно будет удлинить. Потому что здесь будет стоять подъемник для кузова. Это нужно будет немножко удлинить, чтобы расстояние между кабиной и кузовом было немножечко расстояние. Как и у оригинала. Иначе он слишком близко к кабине кузова будет стоять. Вот. Вот такой вот камазик у меня получается. Осталось только теперь установить коробку, раздатку, дождаться карданы. И потом уже смотреть, как крепить кабину. Нужно ее хорошо будет закрепить. Потому что камаз будет рабочий. Он сначала вообще его состарить. Но у меня что-то здесь сильно так хорошо-то не получается. Старение кабин. И вообще моделей. Это можно все легко испортить. И вообще мне нравится, когда модель чистая. Вот я даже покатаю, погрызи. И потом мне это и жалко. Я начинаю их мыть, полировать и так далее. Поэтому я думаю, не буду я его мучить, старить. Сам составится со временем. Да, здесь будут огни автопоезда. Наверное, сделаю только три, не буду делать четыре. Потому что потом столько много проводов улет по кабине. Посмотрим. Хотя, может быть, и сделаю. Там уже посмотрим. Коврик. Все это здесь постелим коврик. Здесь будут занавески. У меня есть очень классные занавески. Сейчас вам покажу. Я их покупал для Вольво. Кстати, Вольво я продал. Красную Вольво. Я начал собирать ее и передумал. Ну, не мое это. Не знаю. Больно какая-то она вся живая. А вот печатная звучит, конечно, непонятно, почему печатная лучше. Но для меня печатная лучше, потому что там крепче. И печатаю я с полным заполнением. И толщина-то нормально. А вот Томмия, которые вот Вольво и Мерседес и Скани, они все такие живые, тонкий пластик. Не знаю, не мое это почему-то. Вот я решил, что это не мое. Где вообще новые вот эти все грузовики? Как-то они мне не очень сильно нравятся. Вот такой вот будет классный ламбрикен. Посмотрите, что у меня здесь будет красный. Немножечко, конечно, покороче его сделаем вот так. Будет очень круто смотреться. И вот такие вот занавесочки будут у меня классные на КамАЗе. Посмотрите, какая красота. КамАЗ будет уютный. Дом-2. Точно, дом-2 будет. Так, занавеска. Не падать. Ну и задняя такая вот штора большая есть. Ее можно, в принципе, хотя ее, наверное, видно не будет. Если я сделал на задний план, на заднюю стенку КамАЗа, ее, наверное, не будет видно. Да. Поставим ее на какой-нибудь другой грузовик со спальником. На МАЗ какой-нибудь. Да, опять сказал, наверное, не то, что нужно. Ну ладно. Может быть, когда-нибудь будет у меня и МАЗ. Вот. Подъемник я вам с кузовом пока что показывать не буду, потому что это будет слишком много для вас. Слишком много хорошей и полезной информации. Поэтому подъемник покажу вам в следующей выпуске. А это только что напечаталась крышка аккумулятора. Нужно ее очистить от поддержек. Вот. Все снимется. И крышка будет закрываться. Аккумулятор. Примерно вот так вот. Это будет все выглядеть. Я сначала напечатал один ящик, но он полный, заполненный. И он не открывается. А этот можно открывать. Я думаю, будет классно. Что-то туда спрятать. Вот так открываться будет. Вот. Вот такая вот модель. Скоро у меня будет. И можно будет его уже грузить моим экскаватором, который вот этим вот. Все его знают. Давно не видели. Кстати, хотите... Какое видео вы хотите в дальнейшем увидеть? Увидеть. КАМАЗ. Этот недавно был. О! Зилка давно не было. Наверное, надо Зилка покатать. Потом, что у нас здесь еще интересно есть. МАЗ. Зил. 66. Наверное, экскаватор надо покопать что-нибудь. Когда сейчас такая земля сырая, можно что-нибудь, наверное, покопать. Так что пишите в комментарии, что вы хотите в дальнейшем увидеть. Какую модель из этих всех. Плюс КАС-700 еще есть. Зилкран. Зилкран тоже недавно был. Так что напишите в комментарии. Вот. На сегодня, наверное, все. Следите за сборкой. Кстати, опять посмотрел статистику. Очень много смотрят без подписки. Почему? Не знаю. Почему не подписываются, ребята? Давайте поактивней. Чем больше подписчиков будет, тем будет еще больше и интереснее видео. Ну и мотивация. Хотя она и так есть. Без подписок. Так как это мое хобби. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.